Народный фронт бьет тревогу. Общественники считают, что в регионе назревает собачий коллапс. С 1 марта вступило в силу постановление правительства Алтайского края, которое обязывает властей следить за популяцией собак. Однако, как считают общественники, власти делать это не спешат. Например, камень на оби. На этом видео местный журналист рассказывает о своей встрече с четвероногими. Собаки в нашем районе давно обжили все мусорные площадки, крестности магазинов, туфетики, матрасы. Одна из таких недавно напала, совершенно внезапно проявив агрессию, прокусила мне ногу и, к сожалению, джинсы. А еще, как по всему прочему, пришлось еще 3 месяца прокололаться от бешенца. Они же с бирками бегают, да, они стерилизованные, якобы считается, что они безвредные. Но мы их выпустили, условно говоря, мы их не лишили ни зубов, ни желудка. То есть они же должны где-то искать себе пропитание. Надо все-таки честно признать, что даже те конвенции, которые есть и ратифицированы, там есть право выбора у стран. То есть, условно говоря, если животное не востребовано, далеко не во всех странах их же содержат пожизненно, принимают более гуманный способ, как бы то ни звучало, что называется, страшно, да, эвтаназии. Ну, наверное, вот в этой части мы и предлагаем пересмотреть концепцию. Общественники уверены, что по факту многие муниципалитеты не контролируют деятельность подрядчиков, занимающихся отловом собак. Где-то вообще контракты не заключены в Камне-Наби и в Рубцовске. Эксперты считают, что в Сибири и на Дальнем Востоке из-за особенностей климата вообще стоит пересмотреть концепцию отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, чтобы не выкидывать животных на мороз в голодную среду. Строительство новых приютов – это просто накопительная система. Если сейчас построить 2, 3, 5 приютов, поверьте, через неделю они будут полными. Это не даст никакого итога. Итог – это просто сократить количество животных. Я считаю, что должно быть обязательно чипирование, а чипирование должно быть принудительное. Во-вторых, должна быть бесплатная стерилизация. И обязательно наряду с суками забирать и щенят. Может быть забрать эти полномочия от муниципалитетов на региональный уровень, потому что глупо понимать, что ты сбросил из дотационного регионального бюджета на еще более дотационный муниципальный бюджет, что ты получишь какой-то результат. К сожалению, этого не будет. И у нас всего 2 муниципалитета, условно говоря, бюджетно обеспечены – Степное озеро и Бычкарь. Но вы не жалеете животных, но вы пожалеете тогда бюджетные деньги. Бюджетные деньги летят на ветер. Эта программа не приносит никаких результатов. С каждым годом на улице города животных становится все больше и больше. Когда отлавливают и забирают суку, на улице остаются щенята. И потом 2-3 месяца и уже полноценная огромная стая вырастает. А пока считают общественники, при действующем законодательстве сократить популяцию бездомных собак в Алтайском крае вряд ли получится. Ирина Корчегина, День с толком.